всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука 28 сентября вот сегодня утром я выходила показывала вам как вся трава у нас и не ночью было вот зрительница сейчас написала утром даже было минус 2 в некоторых районах короче у нас уже морозы но сейчас только выглянуло солнце и есть возможность дальше заниматься обработкой грунта я сейчас пришла делать очередную процедуру мэри сильно хочет к нам прийти и я сейчас вам расскажу о подготовке грунта потому что смотрите готовить грунт каждый должен по-разному точно так же как все у нас по-разному это зависит от состава почвы от нашего региона проживания я вам сразу скажу самое первое что мы должны сделать это каждый из вас должен решить какой вам нужен вариант облегченный или усиленный то есть как я говорила много ступенчатый по полной программе и сейчас вот различие между этими двумя подготовками грунта осеннего мы поговорим осенняя подготовка почвы что это такое ведь можно просто посеять сидираты некоторым этого будет достаточно а некоторым нужно сделать все 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 лучше бы это вот я например сначала мы должны решить потребности нашего грунта то есть определить какая у вас земля бедная небедная или плодородная жирная то есть вы должны выяснить что ей нужно что тут сюда добавить и дальше но ваши способности на что вы способны способны ли вы сделать все процедуры или остановимся мы на одной на двух вот смотрите начинаем определять потребности почвы что это такое я рассмотрю на своем примере вот у меня участок у нас грунт песчаный бедный то есть это вот такое специфика нашего расположения города бийска мы находимся по двум берегам реки у нас вот река бия у нас одна сторона заречная на берегу вдоль берега тянется и наша сторона вдоль берега тянется это значит что когда-то река была наверное но вдаль в давние времена она была шире и тут у нас скорее всего это бывшие наверное дно реки тоже но у нас короче один песок если в двух словах если ничего сюда не добавлять мы ничего и не получим песчаные грунты считаются самыми легкими самыми бедными без добавления без различных добавок плодородия на нуле и еще если учесть что наш город возведен очень давно он считается старинным и вот эти участки нарезались более ста лет назад по плану города и по планам в наших вот короче у меня этот огород с 1905 года представьте более ста лет возделывался мой огород и каждый человек каждый год отсюда брал 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 вы понимаете что это только в ваш волшебных сказках вот как горшочек вари каша варится и варится неискончаемая а здесь все это истощение почвы происходит более ста лет это вы должны учитывать это значит что в мой грунт нужно обязательно подготавливать осенью или весной все равно хоть осенью хоть весной можно половину осенью половину весной это значит что сюда нужно что-то добавлять а лучше всего все добавлять и свежую землю лучше добавлять и какие-то удобрения еще хочу сказать что у меня почва кислая может быть она уже слабо кислая ближе к нормальной потому что я все таки делаю какие-то меры профилактики но скорее всего кислая и кислые почвы у нас на большей части на территории нашей страны россии и кислую почву нужно еще раскислять то есть добавлять средства для раскисления почвы это делается не ежегодно но раз в какой-то период нужно вот у меня в этом году я вам показывала на двух сортах на четырех томатиках на носике появилась вершинка это вот первый маленький-маленький такой сигнал тюк как звоночек мне тюкнуло в голову что пора в этом году нужно почву раскислять и еще что мы должны учитывать так как у меня участок маленький шесть с половиной там около семи соток и у меня нет возможности как соблюдать вот этот севооборот то есть сначала мы тут высаживаем лук потом помидоры потому что что-то у меня год за годом одно и то же на этом месте и у многих в теплицах происходит то же самое если вы купили теплицу для томатов там у нас томаты 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 на томатах и томатами погоняют вот в этом случае тем более нужно восстанавливать баланс потому что вы понимаете что растения одного и того того же семейства вот этих посленовых они каждый год выбирают одно и то же хорошо вы конечно в теплице потом после них луку или чесноку было почва бы восстановилась но ясно что в теплицу лук мы высаживать не будем это мы тоже должны учитывать вот смотрите поэтому исходя из всего этого вот все что я наговорила вы должны вот так как я сесть или встать как-то посреди огорода и подумать каким же у вас будет вот это какой будет осенняя подготовка грунта если у вас участок нарезан недавно вот бывают дали например какие-то поля людям под новые дома там под строительство если они у вас почва свежая не истощенная огромным количеством предыдущих поколений огородников если у вас грунт черный плодородный жирный если вы живете в таком сказочном месте где все там в грунте есть это не наша мэри нет кто-то пищит я думала наша мэри то конечно у вас можно пойти по облегченной программе просто осенью выйдете вот возьмете например горчицы вот так вот рассеете раскидаете она вырастет можно перекапывать можно нет а можно обойтись еще проще просто на том месте где росли у вас одно растение одного семейства применить вот эти правила севооборота и на следующий год посадить другие все вот это самый легкий способ просто посеять сидираты или просто поменять грамотно вот по таблице посмотреть какие лучшие предшественники и поменять все это облегченный вариант но если у вас есть какой-то один из факторов которые я назвала например или столетний огород в котором еще ваша бабушка в молодости высаживала свои овощи и в то время когда не было сильно удобрения не было никаких таких средств восстанавливающих почву ничего она не делала а вам вот досталось по наследству и увидите ничего не родится значит нужно все-таки помочь земле и идти по более сложной программе восстановления а если все как у меня например почвы бедные песчаные если вы много лет уже огородничаете здесь если у вас нет возможности применять севооборот тогда конечно вам нужно сделать все а все что это входит все вот я сейчас буду делать добавлять суперфосфат по норме расскажу как короче нам нужно добавить фосфор нам нужно добавить калий перед этим я раскисляла делала раскисление почву добавляла кальций потом я посеяла сидираты и в конце концов я еще добавлю куриного перегноя но тут не обязательно может быть куриный можно было просто перегноя после растительных вот этих перегнившие растительные остатки можно перегноя животного происхождения ну вот я вам рассказала от чего зависит облегченный вариант подготовки осенней почвы или вот такой сложный многоступенчатый у меня сложный и перед этим я уже раскидывала доломитовую муку и сеяла сидираты сегодня я пришла добавить удобрения это будет тема следующего видео расскажу как я делаю но делаю я по норме на пачке как написано я вот раскидываю все и сейчас сына попрошу он не перекопает и тем более тут еще плюс вот эта зеленка у нас пойдет она как тоже и почва немножко немножко восстановилась и вот сидираты выросли когда сегодня одна зрительница сказала что она думает что вот сидираты наоборот истощают почву что они вытягивают же оттуда что-то но я вам скажу так я не знаю спорить не буду но мне кажется я вот как логически вам помыслить если то что они вытянули из почвы мы сейчас при перекопке мы туда же опять и в объем так что никуда никуда это не денется просто почва делается более структурированная она меняется ее немножко состав после посева сидиратов но еще ни один человек не говорил что посев сидиратов это плохо с другой стороны мы не всегда их успеваем я вот ради интереса покажу вам сейчас видео прошлогоднее 10 октября в прошлом году было лето не такое жаркое и плодоношение томатов было более растянуто я стояла 10 октября у меня еще не было вообще никаких сидиратов потом они выросли конечно я была раздета в одной футболке и у нас была в том году очень длительная продолжительная теплая осень а вот сегодня нынче совсем другой год но надо как-то подстраиваться под погоду и умудряться стараться хоть что-то сделать для подготовки грунта для повышения ее плодородия все до свидания